всем привет вы видите и слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет возможно вы же уже к и смотрите прохождение на уровне сложности большинство за австралию 7 civilization 6 если вы случайно тнулись на это видео и не смотрели с самого начала то рекомендую перейти к первой серии ссылка будет в описании наверное в прикрепленном комментарии ну а спонсоры канала всей серии видят сразу спасибо им за поддержку так третья серия средневековья мы как раз вышли имба кампусы стоят уже вот на плюс 10 но это здесь уже с карточкой 12 да ну то есть сами понимаете тут будет на 12 еще между прочим короче все выглядит очень круто здесь аж я постоянно но смотрите все есть компьютеры дружненько ушли в темный век только я в нормальный вышел но еще греция ладно еще греция вышла в нормальный век я думаю что средневековье нас будет все хорошо я бы кстати сразу с риса начинал то есть купил бы эту клетку вырубил рис и ставил бы правительственную площадь в джелонге заодно параллельно там вырубая все давайте опять монументальность ну чё ты вот можно я думаю если кто посчитает я районов больше поставил чем ускорений сделал за прошлую эпоху так что мне кажется все таки вообще надо посчитать дайте такое ощущение что где-то поровну должно быть на самом деле так как-то все-таки корея далековато от греции дайте я наверно вот эти дороги использую скаутом далековато от греции чтобы войну объявлять так ищу чаек кому мы это процесс сахар руками сахар у него самого будет мед мед да можем с вавилоном еще и медом поторговать кайф так у меня уже со счастьем по идее все должно быть все зашибись до плюс три уже по городам нормально так как германия в темный век выпала ту баларат явно не будет отваливаться по лояльности слава богу так что блин как бы мне через кахокию то про видимо никак пока на данный момент к сожалению никак и союзить я ее не хочу так что у нас влияние блин а может закинуть не там у фридриха уже три то есть я могу поставить сейчас карточку типа закинуть до союзника но видимо нет с другой стороны могу поставить карточку и в женеву то есть кахокию фридрих тоже захватывать не будет потому что она через море вопрос с женевой я думаю что женеву вполне кто-то из соседей 1 я давайте побережем пока нету смысла сейчас что-либо закидывать так древние стены между прочим я в мельбурне грозился древние стены построить так никак еще и не построил давайте пока замки открывать я уже 70 науки у меня уже выше наука чему мали индонезии вавилона да ну скорее у нас скорее у нас будут проблемки катапульту о дипломатический квартал катуса хочет а я ее захватывать хочу чё делать теперь с другой стороны без катапульты кстати и нету смысл о рапаную все-таки захватила германия и по-моему так и первая гэшка всего лишь захваченная в этой игре спасибо только она началась прошлым ходом это средневековье о конгресс удваивает ну я бы за ученых проголосовал но обычно кстати компьютеры нера флотов давайте за флотоводцев уже что-то они почему-то любят именно флотоводцев проталкивать хоть я дипломатические очки получу и торговые пути проложенные к выбранному гнать за корею проголосуем она там вроде со всеми дружит так что вполне могут за нее и проголосовать соседи удваивает очки великого ученого но тоже вполне устраивает жалко просто голос дипломатический не получил и к неизвестному игроку караваны окей так тут мы ничего не меняем кампус производства караваны к жилью с двумя районами нет наверное нет может строителей поставить давайте вместо каравана строителей побольше строителей построим еще научная ггшка ничего себе четыре научных ггшки просто так один ход сам сам добавит не будем тратить деньги тем более что следующим ходом я только начну строить так как где у нас карточка на снижение стоимости апгрейда юнитов в наем а только в наемниках до далековато ну давайте ставить наемники оборонительную тактику откроем потом феодализм 6 ферм тоже никак не ускорю и никуда не отправляю дайте поссорим что-нибудь в техах так математикой могу сказать этом коммерческий район строю древние стены тоже возможно так давайте пока ученичество блин а я сколько шахт построил по моему только одну на железе до да чё то тоже как-то не не ускорить храм минакши фридрик барбароса построил очень хочет иудаизм распространять ну я не против у меня религии нету может быть что-нибудь нормальное там будет в итоге неплохое извержение кстати а здесь кампус а вот тут плюс восемь но тут проблема видеть из же ну плюс восемь ребята просто плюс восемь вы еще и когда-нибудь такие кампусы я все-таки там поставлю на плюс 6 она плюс 5 блин когда еще на плюс восемь поставлю до камера поставлю там х извергается ладно тут он мы стоим ждем возможности апгрейда юнитов в наемниках наверно митла 1 2 3 4 научных ггшки все на одном континенте конечно что-то необычное я возвращаюсь просто в будущем апнул в эту в каравеллу поэтому я все не проплыть не могу к сожалению можно здесь что снизу тут как-нибудь проберусь гавань коммерческий район гавань заканчиваем ходы так лучник хай тут и стоит воронительную тактику открываем ученичество наверное без древних стен я наверно об ну сейчас ну то есть давайте просто пойдем вот так машиностроение сейчас открою надо выходить в арбалеты среди здесь нету да прикольно конечно двина о может там поляки где-нибудь или это двина германия относится петру боман самуса офигительную петру построил в городе где минимум у пустыне обороноспособности наверное ничего не меняем блин корее 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 так нехило широко расселяется вам хочу сказать очень нехило так ну давайте ускорим арбалеты и наверно пора магнуса в джелонг вот тут придется подождать все-таки пять ходов пока он приедет очень вкусные леса для вырубки не хочется тратить поэтому просто мы тут рабочим подождем можно скаутом сплавать кстати у меня тут скаут недалеко к руинке ну и где тут атака кореи на грецию еще еще и корейские миссионеры за так компьютер любит конечно всех этих миссионеров а карточка у меня кстати на плюс 30 к военным лагерям не открыто напомню в военной подготовки как раз да надо военную подготовку сначала открыть поставлю эту карточку то что это плюс 30 и к строительству в гаванях тоже опять же кто не в курсе то карточка в которой на русском написано что она только на при создании военных лагерей и зданий в таких районах на самом деле она и на гавани и в здании в таких районах фотографию машиностроения картография кстати а это после контрфорса чудо света античности так математика следующим ходом до следующим ходом отлично тогда пойдем в контрфорс я думаю и прям в картографию так эти клетки эту клетку надо к жилу к джилонгу отдать нет спасибо совместная война с мали мне не интересно хотя я понимаю его логику он хочет чтобы народ австралии помог с другой стороны блин вот не прикольно всегда воевать с этими всеми цивилизациями которые заточены вот на что-то то есть вот например царите зачем не захватывать малия никаких бону никаких бонусов этого городов которые он получает я не получу корейские савоны у меня будут еще меньше давать чем у кореи так вот это мы поставим наверное вместо так на строители ничего и не построил пока вот ветеранство надо ставить так и кого я набил тесто футнера флотоводца до флотоводца плюс 5 боевой мощи и одну очку перемещения всем морским минутам от античности и средневековое нет мгновенно предоставляет квадрирема вот это он мне даст на наверно надо использовать фемистокол не а ну слушайте вот тут я должен мне кажется попасть в чудо света анти слушайте а колоска цвета чудо какого времени наверное античности как раз блин как неудобно по блин вы можете написать в описании чудо какому периоду оно относится в чем проблема до античности хорошо тогда ладно один ход код counter force по открываем потом надо будет отложить ну я бы тут кампус уже начинал сразу строить они гавань хочется на плюс 8 короче ставим когда еще мы поставим блин кампус на плюс 8 серьезно надо надо строить ну чтоб тут еще вот я должен тут где-то встретить того кто с грецией воют мне так кажется еще одного вместе с корей так тут мы ждем магнуса прибытия здесь давайте квадрирему сделаем к сожалению не на ком ее просто есть цивик морская традиция уничтожить и вага при помощи квадриремы и она еще и соседство гаваням дает так что я думаю попробуем нахать помогать городу государству приближать собственную смерть кто у хатусы сандок и перикол еще еще сандок расстроим женева хватило хотела квадрирему как раз кайф катапульта дипломатический квартал хатуса блин ну кстати против хатусы нужны катапульты я еще просто надеялся что может мали как-то придет хатус убить и я под шумок и и заберу какой-то такой план был но как-то мали видимо один раз про атаковав решил рарайма ой тут сейчас немец будет ставить город с паритой тут же где-то был поселенец кореи тоже показалось мне не показался он точно был куда он делся так тут убираем меточку есть гавань маяк так а там не укрепила иудаизм нет не укрепил немец иудаизм об думаем вдруг там какие-нибудь прикольные верования появились они то что мне вообще не нужно этим скаутом к этим руинкам поплывем 152 корея 147 корея еще могу понять откуда такая наука у грека аншан войну кореи объявил блин вот это возможно не хорошо где он они там внизу где-то так он так он из и смоли воюет кстати наверное да нет только спаде а грек что ли смоли замирился или первая античная война а он не воевал смолить забыл просто плохие отношения были воюет он с кем-то кого никак найти не могу ты где чувак ты где я хочу тебя найти и полюбить сюда постепенно перемещаюсь чтобы плыть радостно то эти места у грека не очень вот где моего акрополис ставить вообще тут есть какие-то холмы он чё я за грека переживаю не пропадет я думаю ну я ход на хатусу не буду нападать до наемников нету смысла я хочу накопить денег в наемниках уже поставить карточку апнуть это в арбалеты это в мечников кстати даже в латников я наверно смогу апнуть так эти контрфорс откладываем контрфорс пока откладываем у нас мы его добьем колоссом не там не проплыть о уровень давайте на холмы возьму и вот так пойду смотреть что тут вдоль двины я вам хочу сказать компьютер не хило расширяй раз расселяется все цивилизации а у меня только на 6 городов то есть смотрим австралия 6 кстати по поводу ученых 64 тут у людей по 16 и по 20 и по 43 но про ученых можно забыть корея но нету корее всего четыре города чуток она широко расселяется тогда вот немец 6 это у нее еще и идет посел 5 индонезия мали слабенько 4 греция 6 вавилон 6 пусть у кореи всего четыре города все это вот эти четыре города которые есть у кореи как как она странно расселилась да но места хорошие в принципе но можно было и поплотнее 6 циви нету смысла широко селиться точнее даже есть есть смысл не селиться широко из-за лояльности но мы не так уж и много населения даже до 10 пока еще ни один город не вырос значит там грек так восхищается моей империи ну кто я такой да у нас тут по полмам так что вот сюда встану и вот так блин где уйти минанки грек построил и что тут две клетки всего где она работает и три клетки не отчет не кстати неплохо неплохо эти минанки в данном случае норм и тут еще вот эти клетки смогут и вот эти клетки да эти минанки кстати по сравнению с тем как мали петру построил сколько раз два три клетки работает судя по всему три клетки всего сравнению с тем что в няне было бы если он построил петру да эти минанки грек ничё так что вообще никто хатусу не атакует гэшка религиозная какая-то будет так что у нас тут обрабатывает баларат вообще ну надо наверно рыбу и потом этого краба потому что у нас рыбацкие лодки дают производство еще два хода магнус ну я бы брал я уже построил во первых зал для приемов ставим здесь вторым то и это еще надо больше больше губеров и я наверно в баларат лян посажу первых чтобы все еще снижать лояльность я все не знаю как там у немца во вторых тут неплохо место раз но тут будет гавань 2 3 4 5 6 7 клеток да где лян может что-то сделать 6 примерно так же в баларат лян плюс тут еще возможно я могу потом ли она еще прокачать против вулкана чтобы мой супер кампус не убивала так все заключили мир с периклом похоже нет тут кто-то воюй ну сандо кафе пара зачем тут впрягалась честно говоря плохие отношения с вавилоном две научные цивилизации так эти круто заодно посмотрим кто круче в развитии вавилон или корея сука столько места еще у людей вот если бы не это озеро мешающиеся и хатус я может тут выселился но в принципе как только я соберусь брать хатусу надо бы построить посел и сразу здесь еще поставить город я думаю контрфорс открыли пошли сразу в каравеллы так кто-нибудь кстати караван хочет здесь кто-нибудь хочет я хочу так проверим доступные пути по производству и идея ну 22 просто хорошо по деньгам из конберы в ньяне и из лансистона в ньяне ну 13 вообще наверное стоит отправлять я думаю почему нет умали всегда куча бабла три хода да но опять же без наемников нету смысла апать а до наемников 4 ну карточка там который на 50 процентов снижает ап юнитов блин там уже латники у хатусы факт будет больно с ними воевать с кем же тут воюют грек прямо даже интересно все никак найти не можем болеян и тут не проплыть я наверно сейчас еревану войну объявляю чем не или лучше не на войну объявлю хочу проплыть короче тем более он союзник какого-то неизвестного того кто тотку с гребком воюет соответственно смысл мне никто не расстроится колосс в конбере так что мы хотим в конбере построить монумент наверное да наверное монумент и амбар кстати а потом библиотеку вот так сделаем так тут где-то можно акведук ставить но найти это надо решать когда мы откроем тут выглядит так что вот здесь вроде ничего такая промышленная зона может быть значит тут акведук может вместо оленя так еще дополнительный торговый путь у нас а ну это колосс дал следующим ходом вот сидные так я бы в сиднее купил рабочего наверно еще выгашку захватили и надо кукурузу убирать так надо ли мне с гавани убирать тут маяк один я бы наверное убрал что маяк сейчас первых в сиднее мы построили да вторых этот за один ход и сейчас достроиться я бы поставил на самом деле эти новые строители вот так дальше какой мы караван покупаем из лансистона вне они или из конберы ван шан ну наверно все таки из лансистона в ньяне я куплю караванчик ну первых чуть чуть больше денег начнем с этого так теперь в сиднее покупаем рабочего а что мы тут строим можно тут акведук строить если тут дамба мне это не нравится кампус на плюс 2 тоже не ходайте просто строители еще я купил строителя на 5 еще одного построю а там надо дождаться наверное открытия промышленной зоны нормально тут чудес я смотрю у греции окна объявляем войну к более на тут не проплыть и нужно не должен мне убить и один раз про атакует это не будет ваншотом здесь станем буду апаться в каравеллу там хочу построили статую зевса фигня о магнус джелунг прибыл вырубаем сразу практически за один ход так а тут я хотел нас вообще с кем-нибудь еще торговать можно сахар у нас есть алмазы оливки и ртуть я торгую алмазы да и мне нечего ему дать поэтому все-таки не буду выкупать пока клетки тем более что денег нету выкуплю чай и продам его немцу фигасе все еще нет проход ну это конечно это конечно бы я так надеюсь что здесь будет внутри какой-то затерянный мир который можно попасть построив эти тоннели ух я там буду так следовать по столам хамурами самое хамурапи самое разумное решение вы именно так и делаете пошли от отстаю потехом я так понимаю нормально 10 жителей в конбере и соцслужбу таким образом слушайте оплыл континент ощущение что он какой-то прямоугольный просто и все корень социальный студку служба так торговые ну я бы здесь еще нанимал наверное в мельбурн рейну просто потому что я зал для приемов построил и соответственно у меня теперь все губернаторы дают счастье и жилье видите тут еще лян не приехала так значит из лансистона в ньяне ярмарки пока ничего не меняем ждем наемников я наверное бы сейчас покопил деньги собственно и не покупал бы ничего давайте просто торговца здесь построим в мельбурне рынок дамба нет акведук так опять же с акведуком надо будет позже ждем промышленные зоны конечно уже два даже так давайте еще торговца тогда да тут же рынок закончил точняк в джелонге зал для приемов ну давайте блин вот дело в том что коммерческий район надо здесь именно ставить потому что река дает коммерческим районам соседства плюс 2 так что в джелонге мы один ход отложим тут я вырублю лес и тогда поставлю коммерческий район вообще-то ко мне так все нормально относятся никаких проблем с соседями 30 веры нафиг надо так тут мы ждем каравеллу два хода ну и наемников и карточку на наемников народ сюда поплыву и наверное пока послов никуда но тут третьих послов в научных имеет смысл когда у вас университет уже есть чтобы университеты давали больше науки по одному конечно можно для библиотеки поэтому в митлу наверное имело бы смысл отправить но опять же это с карточкой на первого посла стоит делать так в джелонге значит shift enter пока не строим ничего откладываем производство на следующий ход еще за раз три замут прям посмотрите он проработил в общем-то корею уже рыбацкая лодка два золота каравелла ну ждем наемников а потом после наемников давайте мы уже пойдем в гильдии да блин наш уникальное улучшение и оно крутое а поэтому собственно фермы не строил потому что эти скотоводческие фермы крутые все застроить ими так следующего хода ждем когда наемников откроем так джелонг передаем вот эту клетку джелонгу вырубаем лес ставим центр коммерции ну и давайте все таки ученичество без ускорения надо уже производственную промышленные зоны открывать нам модул и это все еще не сосед греции с кем же там грек воюет где немец смотри мы тебе короче чай а ты мне нам алмазы вот это конечно равная сделка мягко говоря но когда-то чай наверное как алмазы стоили пока никуда еще иудаизм хочу этот иудаизм зороастризмом столкнулись на землях австралии кто кого о вавилон объявил войну индонезию там скорее всего индонезию разберут я так думаю что-то мне кажется так ну мы ставим скидка может катя купить еще рабочих давайте вот тут куплю рабочего потому что тут еще и лян находится так на еду да я знаю что я копил на улучшение юнитов но мне на каравеллы должно хватить или нет по моему 120 было ну сейчас увидим или в 150 по моему 150 150 скидка в стоимости в золоте и давайте даже первый посол поставлю сейчас кину в несколько городов так смотрим не вообще 90 ну то есть 180 без карточки нормально вторую каравелла сироп не буду сейчас улучшать так вырубаем кукурузу для сиднея и я бы здесь конечно ставил промышленную зону для начала дамба дамба тут ставится все верно смотрите вот это место для промышленной зоны джелонга так то есть в сиднея сюда но я могу это место в сиднея оставить для кампуса а промышленную зону сюда как раз а к веду к сюда только дело в том что если я сейчас буду ставить промышленную зону вообще ни на что не повлияет блин а тут мне еще надо а тут не надо никаких болот убирать ладно давайте наверно тогда дамбу поставлю что тут мы меняем тут у нас будет кампус сюда мы поставим промышленную зону ну и соответственно сюда к веду к то есть этого у нас тут плюс 5 будет промышленная зона тут кампус 3 кампус 3 нормально ромашка кстати у нас вроде такая и ничего так вот с кем он воюет шумеры что ли прикольно у нас вавилон и шумеры в игре похоже или это венгрия а нет это венгрия это венгрия ну я похоже всех встретил на своем континенте сейчас поплывем на другой хамурапи объявил войну трипхуань так дружба с хамурапи закончилась ну я наверное не буду продлевать потому что а смысл он хрен знает где так лян в баларате кстати проверим все остальные города что тут рост производства опа в мельбурне торговца стоит давайте пока на производство бы конечно амбар имело смысл сделать так сколько стоит в арбалеты апнуться 60 ну давайте два апнем у нас там ускорится литье таким образом а тут апать в латника 60 и 10 единиц ну тоже давайте хай накапливается золото просто есть ли мне кому продать чай табачок у трипхуан по-моему я и чай продаю а нет не продаю так табак с трипхуаной пока ее не захватили злые вавилоняне эти знаменитые помните из истории древнего мира знаменитые индонезийского вавилонские войны за контроль над табаком у меня и следует индиана джонс реально чувак и первый посол в митлу в кахокию а вот не знаю надо ли мне в нанмадол честно говоря с другой стороны висит почему бы не сделать ладно давайте в нанмадол почти давайте глянем какие-нибудь тут отношения война с периклом но перикл вряд ли его захватит тут венгрия с венгрии у венгрии три посла есть не думаю что венгер будет давайте наверно в нанмадол отправим все пока есть ученичество что я тут ускорить могу ученого я не получу акведук не скоро но я бы честно говоря просто в порох пошел наверное кстати лесопилку мне тоже надо построить и верфи мне не давайте верно стремя универы вот так без всяких ученых ну блин я тут даже сверху не вешу нигде тут народ просто так а сколько у нас ходов девять так слушайте мне надо мне надо что-то придумывать а диггеры далеко улучшение я точно успею открыть да диггеры далеко вот аж где но у меня только диггер и скотоводческая ферма да ясно они уже здесь есть вход у немца ну черт моя затерянная земля все-таки не так уж и затеряна в итоге оказалось ну блин так какие у нас доступные торговые пути ну из хатусу в хатусу нормально в принципе о там так черт мне надо вступать в битву ребята так объявляем войну хатусе зачем я сюда послал караван тут смотрите так как я и хотел у нас у нас малиец взялся за хатусу не должны они забрать ее так как мне тут лучше сделать наверное вот сюда встану блин а это я вот это я зря кстати что не ну не должен он сейчас за этот ход его забрать честно не шумеры все-таки есть я не ошибся ребята тут шуми ну у шумеров мне кажется маленькая территория тут как-то сразу уже венгер поэтому наверное шумеру с территории не повезло и поэтому они тут воюют с греком давайте еще посмотрим и у нас вавилон впереди сандок и перикол и у нас вообще девять получается на континенте чуваков вообще то так здесь поплыли искать новые континенты не хочу атаковать пока ммм тут имеет смысл наверное камень обработать так а лесопилку нам вообще только здесь получается ладно пошли в оленей из мельбурна это ровка хокки за одну дорогу вот так проведу здесь нормально библиотека сколько до универов осталось два хода нет это долго тут лучше не откладывать шашлык нажал ничего тут не залучил суть а я сменил понял сменил вот эту клетку надо отдать обратно мельбурна что у нас промышленной зоной всего лишь плюс один да то есть надо сюда промышленную зону сюда к виду к видимо ну давайте строителя сделаем причем кстати здесь акведук должен по идее нормально кстати а как акведук работает для австралии а что то вот задумался он же смотрите он дает плюс 2 еды нет он дает если нету доступа к пресной воде дает плюс 6 да он видимо все таки плюс 2 единицы жилья будет давать потому что города австралии считаются с доступом к пресной воде на побережье видимо но мы проверим наверное когда поставим я посмотрю просто даже интересно но видимо все таки не будет 6 если он не на реке а на побережье то плюс 6 не будет давать к виду к только здесь строится да но я бы наверное сначала амбар построил чтобы быстрее город рост тут вообще конечно слабовато с ростом так и думал что этот лансистон будет таким себе городом так следующим ходом мы сможем район строить причем это будет видимо промышленная зона давайте амбар надо не хватает жилья хотел отложить производство чтобы сразу промышленную зону начать но жилья не хватает так я бы союзец скорее заключил так смотрим на хатусу вообще ну почему блин тварь хатусская тебя мали атакует а ты главное убиваешь мою квадрирему маленькую а блин блин ну я возмущен конечно мировая общественность смущена убийством ну ну я тут так наверное еще один ход подождем видимо еще флотоводцы что ли плюс один к радиусу обзора нормально шесть очков шесть очков и семь ходов ну четыре очка это как минимум мое уникальное улучшение через четыре хода кстати а рынок то я второй вот сейчас буду строить пять ходов так слушайте мне его купить надо будет следующим ходом поэтому мы не строим тут пока рынок не знаю не знаю на счет так веду к не знаю давайте строителей я бы поменял сейчас карточку пози там все три латника надо блин тогда ну и рынок надо купить там карта вот эта фигня которая написана что типа три мушкетера для ускорения требует где тут вот это на самом деле требует трех латников так что или подожди или трех линейную линейных пехотинцев она требует так что может и норм в латника не апаться тогда меняю карточку скидка на улучшение юнитов и ну и первый посол кстати катуса а давайте я еще похожу юнитами вдруг я встречу еще какой-нибудь город государства необходимый мне так плюс один к радиусу обзору всех морских юнитов и это катя круто мы по япе тусу плывем а интересный вопрос что я хочу вначале наверное все таки промышленную зону это будет плюс один все давайте все таки промышленную зону сначала тут отложим производство из лансистона блин может из джилонга отправить просто в наших городах или из баларата но баларат вроде нормально пока вот из я бы из джилонга отправил куда-нибудь в конберу типа чтоб тут дорога была проведена да вот мы и затерянный мир хотя может тут хоть какая-то вот тут территория будет посмотрим так в конбере откладываем два рынка меняем карточку плюс два влияния с двумя и более повышениями наверное все таки на строителей поставлю плюс к жильям я там по-моему везде достаточно тем более сейчас там бар дострою нормально все заканчиваем ход право давайте пока нет у меня пока право прохода у него не надо потом когда понадобится я приду господи а это у индонезии этот индуизм ес слушайте должны хатусу сейчас забрать да почему он меня обстреливает что за приколы как всегда подтибрили гэгэшку компа а может и не заберем кстати нет чуть-чуть не хватает а не хватает не так тебе понял так ну тогда имеет смысл здесь город поставить вот здесь например или здесь лучше чтобы поменьше лояльности так в джейлонге покупаем рынок из джелонга конберу давайте дальше здесь вырубаем на промышленную зону рабочий дамба окей тут просто в джонге не хватает жителей вот когда появится 7 жителей поставим кампус виде или и наверно производственную площадь надо в джонге вот сюда будет ставить сначала с наукой то меня нормально тоже почти догнал корею город сохраняем несомненно еще и еще и рабочий с двумя зарядами зашибись так нам с монумента ремонтируем все так а в итоге грек то с кем воюет шумерами да а он уже ни с кем не воюет блин смотрите ереван куда за мной поехала можно мир заключить два хода блин это очень что он сейчас убьет галеру мне были сапилку давайте наверно сначала красители обработаем потом янтарь а потом лесопилку наверно там поставим так меняра сюда сначала сбегаю да точно нету прохода так но все еще наш затерянный мир возможно есть где-то вот тут да далековато эти какой огромный я петус на самом деле кампус сделали гавань ну что кампус на плюс 8 как вам и в итоге 16 то есть сейчас кампуса мои сами по себе дают 16 плюс 12 28 плюс 8 36 плюс 10 46 46 науки это треть даже больше чем треть а был а была бы у вас обычная конец цивилизация это все четыре даже кампуса это даже не во всех городах стоит лавка нить обычная цивилизация ничего подобного у вас бы не было давайте потихоньку лесопилки открывать наверно лесопилки а верфи так сколько ходов 6 открываю гильдии строю скотоводческую ферму кстати их кстати надо как-то рядом друг с дружкой строить наверно вот здесь я как-то это должен делать давайте-ка мы не пойдем никуда постоим здесь один ход амбар в мельбурне вырос промышленную зону и что и тут акведук можно будет поставить не хорошая ромашка ничего не скажу возможно можно было и лучше поставить так как где я тогда сделаю поселом наверно в конбере все таки давайте прям щас до промышленной зоны смысл откладывать чем быстрее поставим тут город тем нам всем лучше будет что-то малей особо не расстроился что я у него подтебрил хатусу такой не злопамятный пухлячок ты жаждешь власти и только власти но венгрия будет сразу вот еще с чего он тут на меня обозлил синтез я хатусу да это все мне не понравится на самом деле особенно я думаю германии и корее германии изначально способность агенда на то что они не любят когда кто-то гэшки захватывает потому что они сами любят захватывать бонуса соседства для центра коммерции и для промышленной зоны но у меня поручили помощью ни одна не построена поэтому нету смысла ставить пока все оставлю как есть и я бы кстати пошел дальше в торговую республику именно до каравеллу еще где-то сделать как он скамбер из каравеллы 5 ходов а карточка блин может каравеллу купить а сколько нас тут нормально по деньгам просто так идет 480 давайте попробуем на каравеллу накопить я бы виктора в хатусу посадил на тот случай если малей все-таки решит напасть убегаем от этого больного еревана так а давайте мы тут собственно поставим блин почему я латником походил поставим уникальное улучшение лечимся туда всунем а тут блин латник стоит тогда ведем на место города это бегал в мельмбурн я бы отправил в какой-нибудь корейский город вот в кенджу разница не очень большая в деньгах так тут я покупаю клетку я знаю что хочу копить на каравеллу но чуть позже мы купим тут мне надо скотоводческую ферму ну отлично 31 делает а тут еще вот так вот треугольничком все вокруг обработаем нормально друг на дружку влиять будут так шахты имеет смысл здесь поставить да реально вот смотрите вот эта вся территория надеюсь она не вся в горах я хочу где-нибудь например здесь или здесь сделать тоннель и потом я здесь город поставлю вот такой план красиво будет по-моему красители обработаем что где там второй континент то господи что долго плывем у меня одно очко осталось до золотого века и 5 ходов я думаю что пункт великого человека можно набить или так до лошадь сделать с этим и лошадей вообще не использовали просто сделать лошадь лансистон давайте наверно торговца просто есть возможность так центр это пока ничего не выбираем идем в торговую республику чтобы там уже промыть на промышленную зону поставить соседство посольство кореи дворец потала построили и таракут не я не я кто-то построил нет не торгу кстати надо глянуть возможно с кем-то можно поторговать рессами вавилон завоевал тубан это индонезийский город вавилон выносит индонезию ну это неприятно страшно не дать сюда пойду еще у нас по науке внезапно лидером стала германия но по дереву технологии по количеству технологии очевидно вавилон 33 у меня 26 но не скажу что так сильно отстаю прямо ничего так терпимо пока там красители поделаем тут убираем все и наверное все таки стоит сюда поставить что до чего тут не дотягиваюсь да в принципе не до чего а здесь будет лучше с лояльностью на всякие пожарные так ну теперь можно с немцами опять а у меня не даст открытый блин надо было тогда брать когда он тебя обвинил но открытой границы не дает черт ладно поторговать с кем-нибудь у кого-нибудь рез и двойные так сахар у меня есть прочь у меня все есть надо другой континент находить индийский океан так вот я петус внезапно перетек в индийский океан на ровном месте а вот тут видно побережье чё-то видно а вот кстати я щас кого-нибудь найду скорее всего с другого континента и вот вам плюс один к очкам эпохи все я в золотом веке блин я верфи открыл нет нашел голопа это тоже плюс один причем голопа гостки кто-то раньше меня обнаружил так что тут где сурси давайте мы тогда не поплывем чтобы никого не встречать больше тут два хода с три хода до следующей эпохи побережем очки эпохи на следующие на следующие эпохи красители можно торговать но опять же повторюсь не с кем и здесь мы строим промышленную зону да пока выкупаю клетку ставлю сюда пять ходов дамба кстати ни разу не было тут разлива никакого но меня бы хотелось бы там бы быстрее достроить иначе вся моя ромашка будет поломана и я по-моему могу купить 460 вроде строила до каравелла 480 отлично куплю в балар в балар балар баларат в баларате ускорили исследование и у нас торговая республика 4 хода все вообще по таймингу зашибись ну давайте уберу здесь тропический лес так тут убираем олени я бы здесь убрал на самом деле лес и или давайте пока эти по механизированные фермы вот так вот сделаем да наверное так и сделаем ну что будем будет грустный скаут стоять ждать когда мы откроем тоннели я не думаю что у нас улучшится отношение с германией когда-нибудь тут я думаю какой-нибудь району в будущем может быть поставлен поэтому мне кажется нету смысла сюда или я все равно хочу скорее камень обработать стоим потусе все отремонтировано маяк надо строить ну все видите я уже в золотом веке это стопудово так банковское дело давайте откроем и можно кстати в принципе пойти слушайте опорах я где открываю здесь акведук давайте подождем где-то должен акведук строить скорее всего в конбере сейчас начну и вполне ускорим эту технологию так стоим ну всякий случай тут мало ли малиец поведет катик малика мне караваны пускает три штуки аж и он на мне неплохо зарабатывает а я вот ничего не зарабатываю да не знаю так что то ну грустно мали вот в плане захвата нафига он мне нужен особенно столица офигительная у него анкар ват построили кота queen построили плюс 2 к жилью с двумя и более специализированными районами в принципе можно заменить вместо строителей поставить пока не ставлю плюс 100 этих ремесленников плюс топ видео 3 у меня только одна промышленная зона есть а с другой стороны нафига мне жилье у меня его во всех городах немерено нафига мне эта карточка блин так какие у нас еще города без губернаторов сидней и лансистон что тут дофига жилья что тут дофига жилья на самом деле ну давайте мокша нафига мне мокша если у меня вообще даже я через религию не играю с другой стороны амании не особо ладно дать в сидней пока там чуть меньше жилья чем он из эстония ой с шумерами не договорюсь о проходе жаль и по почему меня шумер и венгер осудили понимаю еще германия но шумер и венгер так ну я думаю что ладно давайте красители думаю что можно выкупать уже клетки и ставить вот эти уникальные улучшения австралийские это и не нападать на моле это чисто контролировать границы так и вот тут я к веду к ставлю два хода отлично как раз очень вовремя появится так вот здесь я покупаю клетку и ставлю как они друг на друга влияют по моему каждые две будут добавлять поэтому их тройками надо ставить дополнительная пища и производство за соседние скотоводческие фермы и пастбище по мере вашего продвижения по дереву технологии по моему каждые две пастбище одно достаточно рядом чтобы было ну вот хотя посмотрим сейчас должно пастбище повлиять да видите четыре еды а не одну и а не одна еда но я хочу сказать что это тоже очень крутое улучшение просто вместо ферм австралия ставит и что-то очень дофига еды поле там и производство еще будет добавляться так доступные конбера кумбис давайте в кумбисале отправим нормальный выхлоп так тут мы стоим следующую эпоху ждем три производства но я бы наверное все таки уже начал библиотеки универ потому что я выйду в в исследование возьму торговую республику и карточку на соседство для промышленной зоны это будет нормально производство так вот тут бы я пропустил ход чтобы следующим ходом посмотреть где промышленную зону можно будет ставить на семи жителях это можно все остальное у нас строится виктор в хаттусу прибыл отлично вырубаем под эквидук кто у нас дорогой вот не соединен еще я только вот этот балла баларат блин у венгрии ноль военной мощи у шумера 50 ну давайте с вавилоном подружим а че они с кем то воюют нет ни шумер ни венгер ни с кем не воюют варваров варваров в игре нету почему ноль силы охренеть что происходит вообще вообще лидер по науке у нас немец так с ереваном пара мир заключать то у меня тут еще скаута убьет иерусалим если тут где-то города шумера выходят на реку на воду то я бы с ними заключил союз и апнул бы там эту галеру свою ладно отойдем почему пускай мали не беспокоится у него какое-то беспокойство ощущается в голосе блин а снижают ли лесопилки престиж у меня вот вопрос я вот хочу здесь лесопилки например сделать дайте-ка глянем это надо уточнить потому что это важно для соседства наших кампусов лесопилка нет вроде нет можно открыть шахты увидеть что там написано да минус один престиж лесопилки ничего подобного не написано значит не снижает надеюсь так пропускаем наверно пока никуда не отправляем все еще копим будут универы можно все научные добить дот а кстати какие у нас задания священное место катапульту вот катапульту для аншана можно было бы и создать я думаю 4 хода нет тут надо посмотреть куда мы район ставим плюс один и сюда плюс один но акведук акведук только там но нету смысл акведук кстати вот еще проверим смотрите у нас сейчас в канбере 22 жилья вот сколько будет жилья когда акведук тут достроится 22 жилья запомнили вверх библиотека ну я бы промышленную зону хотел поставить наверное все таки пока сюда 9 ходов долго так веду к следующим ходам давайте книг и печатание пока начнем открывать вы хуже гнилых рыб их потроху ну вот и корея но это именно из-за захвата хатуса я уверен но я уже корею не сильно боюсь с моим нынешним развитием хочет объявлять войну вообще вообще не возражаю в принципе почему нет так иерусалим три похувания выходим в золотой век сейчас еще глянем кто кроме меня в золотом веке вышли в возрождение вот тут в героическом ребята ну сейчас у нас будут проблемы с лояльностью проверяем в канбере 25 жилья то есть плюс три стало что-то у меня не получается я наверное какое-то одно жилье откуда-то из другого места получил возможно возможно знаете я построил прошлым ходом вот здесь скотоводческую ферму она по идее должна плюс пол жилья давать вроде как давайте проверим оно не в техах оно в цивиках у нас по-моему оно пол жилья дает да пол жилья значит она сложилась с чем-то только сейчас обновилась значит все таки все таки считается что у городов Австралии на побережье пресная вода имеется поэтому акведук только плюс два дает поэтому вон сенстоне я думаю нету смысла строить ну и продолжение следующей серии возрождение продолжение спонсоры канала могут поискать сразу уже вкладки сообщества еще раз большое спасибо за поддержку все остальные увидят продолжение завтра играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и увидите